Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. 17 дней до Нового года. Города погружаются в иллюминации, загораются огни на елках, но хочется все это припорошить пушистым снегом. Сейчас о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Плюс один огнем 10-12 градусов выше нуля. В Черкесске увековечили память сотрудников ДОСААФ Галима Кантемирова и Михаила Дылевского. Два класса, в которых обучают военно-учетным специальностям, будут носить имена этих уважаемых земляков. Ветеран Великой Отечественной войны Галим Кантемиров стоял у истоков создания ДОСААФ республики. На протяжении 20 лет руководил школой в Черкесске. Михаил Дылевский был преподавателем, воспитавшим несколько поколений достойных граждан республики. В торжественной обстановке к каждому из классов была прикреплена мемориальная табличка. В ходе встречи выпускники ДОСААФ вспоминали о Галиме Кантемирове и Михаиле Дылевском. «Одна из легендарных личностей – это Галим Умарович. Это человек, который стоял у истоков создания ДОСААФ республики. Он возглавлял эту школу. Дело в том, что то, что он, наработки его, в данный момент мы этим до сих пор пользуемся. Это легендарный человек у нас, полковник, военный, прошел войну, награжден очень много медалями, наградами». «Михаил Александрович Дылевский – это для меня, с детства я его знал, для меня это эталон мужчины. Мужчины, который в спорте немало добился. Он сам был мастер спорта международного класса по матоделам. Но, помимо этого, он был действительно образец мужчины, в большом смысле этого слова. Я благодарен тому, что у меня в жизни был такой человек, на которого я до сих пор равняюсь. Для меня он не в прошедшем времени. Он для меня как был дядя Миша, так и остался». Сегодня среда и по традиции слушаем советы доктора. Слово «пандемия» прочно вошло в обиход россиян, а маска на лице стала аксессуаром первой необходимости. Специалисты не устают повторять, на ближайшее время маска – это новая реальность для всего мира. И чем раньше мы начнем относиться к ношению маски как к обязательному ритуалу, вроде пристегивания ремня безопасности, тем лучше будет нам самим. Что думает по этому поводу доктор Мураддин Узденов? Носить маски, маски, они тоже нужны. Есть некоторые, которые считают, что от них нет никакого эффекта. Но я не спорю, если человек носит маску, он тоже может заболеть. Но болезнь, она разная бывает. Допустим, если ты без маски большую вирусную нагрузку получишь, скажем, 100 единиц ковида, а в маске эта вирусная нагрузка будет меньше, ты получишь меньшую вирусную нагрузку, и иммунной системе легче перебороть данную вирусную нагрузку. Чем меньше вирусная нагрузка, тем меньше может протекать заболевание. И, конечно же, если пациент чувствует себя неудовлетворительно, там температура, слабость, признаки респираторных заболеваний, то нужно изолироваться и сидеть дома до полного выздоровления. Свой 55-летний юбилей отметила наша коллега, народный поэт Карачаева-Черкесии Фарида Седахметова. Торжество в честь юбилея талантливой поэтессы, журналиста и переводчика прошло на днях на исторической родине Фариды в Дагестане. И в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой, как прошло это праздничное мероприятие, а также именинница поделится секретами счастливой семейной жизни. Доброе утро всем. Доброе утро, Фарида. Ты знаешь, я всегда тебя называю Фарида. Да, знаешь, мы совершенно недавно здесь сидели с тобой. Как говорится, ничто не предвещало. Почему-то я упустила, что этот год для тебя особенный. Ты мне разрешила озвучить эту цифру, которая вот на днях, на днях, на днях тебе исполнилась 55 лет. Прекрасный юбилей, две пятёрки. Я не хочу спрашивать, с чем ты пришла к этому юбилею, как у тебя настроение. Я знаю, какой ты человек творческий, ранимый. Ты всегда пытаешься быть на позитиве. Это очень хорошо. Сейчас я хочу, знаешь, что узнать. Отгремел твой юбилей уже на твоей родине в Дагестане. Как всё прошло. Прошло ли так, как ты ожидала. Ведь сейчас у нас такая сложная ситуация вообще во всём мире. Смогли ли приехать те люди, которые дороги твоему сердцу? Смогли ли приехать твои близкие, твои родные? Вот как всё прошло? Спасибо, Балочка. Я действительно... Это только начало, это юбилейный год, и это первое мероприятие. И я счастлива от того, что оно даже превзошло мои ожидания. Потому что я до последнего момента переживала. Этот день был назначен ещё за полгода вперёд. И столько людей приняли участие в его организации этого вечера. Столько приложили усилий. Артисты готовились. Готовился сам театр поэзии. Организатором выступил народный писатель Дагестана Бике Кулунчакова. Человек, который на 20 лет старше меня. И она какими-то организационными вопросами людей обзванивала, приглашала тех, которые ближе к Махачкале живут на Гайце. И так получилось, что погода была не очень хорошая. Где-то дождь, где-то снег, дороги не очень хорошие. Я сама туда добиралась два дня и обратно ехала два дня. Но для меня самое важное было то, чтобы это мероприятие прошло, чтобы зал не был пустой. Для меня до самого последнего момента вот это было очень важным. Там театр поэзии, очень красивое здание, такое камерное. Там всего на 100 мест, но считаю, даже там через кресло не получилось посадить людей, потому что их было намного больше. Человек 70, наверное, было даже вот в это сложное время. Там есть аул Геметубе, как раз родина нашего олимпийского чемпиона Альберта Батаргазеева. Оттуда 10 человек просто из одного этого аула приехали. Приехали мои друзья, поэты, с которыми я в Чечене-Ангушетии, тогда сейчас в Чечне, начинала еще в 84-м. Свой путь. Да, да, да. Они чуть старше меня, но они сочли возможным приехать из Гудермеса ко мне. И собрались поэты, писатели из самой Махачкалы. Художники, друзья моего супруга Кушали, это художники с мировым именем. Как здорово. И это, когда я увидела этот зал, когда я уже поднялась на сцену и увидела этот зал, я поняла, что я должна вот эти полтора-два часа отстоять, высказаться, прочесть все, что я хотела. Потому что там формат называется «Моя поэтическая тетрадь». То есть поэт сам ведет, я сама веду, потому что Дагестан, именно Махачкала не так хорошо знают меня. И мне пришлось преподносить самой. И видя эту реакцию зала, как они на все это реагируют, как они вот сидят внимательно, слушают, внимают буквально тебе. Я поняла, что это я состоялась. Уже пока проходила, я еще была немного простужена. У меня одна была проблема. Лишь бы от волнения не закашляться, там сидя вот перед тобой микрофон, стоечка. Ты сидишь за столом, читаешь стихи, что-то говоришь о себе. Но когда начали выходить молодые люди, ровесники твоей дочери, и говорить какие-то такие теплые слова, вот был такой момент, что я чуть ли не заплакала. И ясное дело, у меня вот это дыхание прервалось, я закашлялась, и мне пришлось как-то на шутку свести. Я говорю, ну вот доведут до слез, а потом говорят, не кашляй, не кашляй. И, конечно, это воспринято было, они сопереживали мне, и я это чувствовала. И там певцы пели мои песни, это солисты, заслуженные артисты Дагестана, солисты Нагайского государственного оркестра народных инструментов. Отсюда поехала моя подруга, певица, композитор Майя Рамазанова, народная артистка Дагестана Фатима Нурлубаева. Такие голоса, это все, и когда мы там преподнесли небольшой сюрприз, в конце у нас был проект «Песни военных лет», и я перевела песню «Журавли» на Нагайский язык, и Майя Рамазанова, я говорю, хочу сделать вам такой сюрприз, когда в конце вечера еще эта песня «Журавли» на Нагайском языке прозвучала. Конечно, это было настолько трогательно, люди это восприняли, люди в зале даже плакали, вот я видела. Я даже, луч, вот эти театральные лучи были направлены на меня, и я не всегда видела лица людей где-то какими-то фрагментами. А потом мне присылают фотографии, и я смотрю и вижу этот зал, эти лица, я понимаю, что там ни одного равнодушного не было. Вот это для меня самое главное. Случайного человека, да? Ни одного случайного человека, потому что люди приехали специально. Многие даже не смогли попасть, потому что вход был по QR-коду. Люди звонили, просили, можно прийти, но когда говорили, нет, пускай, многие не попали просто. И мне очень жаль, но реалии нашей жизни не позволяют нам каких-то лишних. Вот даже в этом, то, что звонили, спрашивали, и то я чувствовала вот эту поддержку. Фарида, мы никогда с тобой вот об этом не говорим и не говорили. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, что твоим первым супругом был, на мой взгляд, гениальный поэт Юсуф Сазароков. Вернее, наверное, будет правильно сказать, если я скажу, что ты была его музой. У вас есть прекрасная дочь, внук. Я знаю, что вы оба поэты, у вас были творческие споры. Он был человек категоричный, принципиальный, но гениальный. Да, да. Сейчас ты муза известнейшего, талантливейшего скульптора Коша Лизар Манбетова. У вас тоже прекрасный сыночек. Вот что мне интересно, два творческих человека в семье, об этом столько говорят. Скажи мне, он твой благодарный слушатель или первый критик? Как у вас это происходит в семье? Я сейчас хочу немного сказать вначале о Юсуфе, раз мы затронули его. Вот всегда говорят, вот еще тогда Исаак Апаев сказал, два медведя в одной берлоге не уживаются. А я говорю, а вы, Скельдыхан? У них же тоже был прекрасный творческий союз поэта и писателя. А Юсуф, возможно, я была его музой. Но я не считаю, что у него много муз было и до меня, потому что он намного старше меня был. Но для меня он был в первую очередь наставником, учителем. Он был в этом смысле очень строг ко мне. У него была одна фраза, которая меня вот в ступор вводила. Он говорил, тебе лишь бы мозги девственно чистыми оставить. Телевизор мне не давал смотреть. Говорил, читай лучше Стейнбека. А я про себя думаю, мне 21-22 года. Думаю, вот зачем мне сейчас этот Стейнбек? Мне бы сейчас Санта-Барбару посмотреть. Ага, она только там... Конечно, я тогда не понимал. Это я сейчас понимаю. То, что я знаю в литературе, во всех её направлениях. Драматургия, поэзия, трагедия, философия, живопись, музыка. О, это он мне всё дал. Помимо того, что он мне дал ещё и прекрасную дочь. Поэтому я всю жизнь благодарна ему за это. А с Кушали мы сошлись уже достаточно зрелыми людьми. И он состоявшаяся личность, и я состоявшаяся личность. Конечно, первый мой слушатель он. И слушатель, и критик. Не только как творческий человек. Он даже смотрит на то, как я одета. Он смотрит как художник. Он мне говорит, вот это мне не нравится. Я спорить с ним не могу. Я иду, хорошо, потому что я знаю, что он смотрит глазами художника. И в то же время я тоже первая ценительница его работ. У нас какое-то такое взаимодействие. Прекрасный творческий тандем. Да, тандем на самом деле. И вот за эти 20 лет, которые мы с ним прожили, я никогда не сожалела, что наша жизнь именно так сложилась. И ребенок уже подрос. И он, видимо, я понимаю, что он растет в непростой семье. Вот он у нас очень молчаливый, такой вдумчивый. Что-то у него все время там в голове. Он вообще иногда, я думаю, интересно, он понимает, кто его отец, кто его мать, как они живут. Уверенно понимает. Он надеется, что понимает. Потому что все равно мы живем как-то не так, как обычные люди. К нему приходят друзья, его одноклассники. Вот они видят наш быт, наши какие-то... Там его работы висят, там висят какие-то наши вечно большие. То грамоты, то какие-то призы, то награды. Кушали тут награды ребенка. Они тоже смотрят. И я думаю, они тоже понимают, что какая-то необычная семья. Ну, нетипичная, скажем. А у него есть тяга к творчеству? У него тяга к творчеству была вот в самом раннем детстве. Во-первых, он вначале что-то рифмовал и очень удачно рифмовал. Потом одно время он рисовал просто виртуозно. Он мог за 2-3 минуты вот огромный такой ватман заполнить композиционной картинкой. И вот Кушали говорит, сколько этих ватманов лежит у него в мастерской, когда ему было от 4 до 6. Потом, когда он уже в школу пошел, как-то у него отошло. Но творческое начало, все равно гены. Наверное, что-то есть. И где-то, если проявится, будет хорошо. Если он пойдет по другому пути, это будет его выбор. Мы будем рады только приветствовать. Арида, я когда с тобой разговаривала, ты вот сказала о том, что у меня вот сейчас к людям, к моим слушателям, к моим коллегам, к моим друзьям только одна просьба. Так как мы живем сейчас в очень депрессивное, непонятное и нелегкое время, скажем прямо, я хочу, чтобы все творческие люди, пишущие люди, писали о чем-то светлом, радостном, счастливом. Ты по-прежнему так считаешь? Конечно. Я наоборот. Вот с каждым днем я усиливаюсь вот в этой своей уверенности. Вот эта уверенность во мне усиливается, потому что я и в Махачкале это сказала. Он такое время, что у нас нет повода для радости, нет повода для встреч, нет повода для песен. А это очень грустно. Конечно, вот тут радоваться, смеяться, заливаться, нет у нас повода, когда где-то рядом кто-то плачет. Но в этот плач добавлять еще одну слезу, я считаю, это недостойно творческого человека. Мне кажется, что вот поэт, художник, певец, музыкант сейчас должен нести что-то светлое, позитивное, доброе. Мы вообще должны друг другу быть добрее, прощать что-то, потому что и так нелегко людям. Какие мудрые слова, Фарида. Я могу с тобой говорить бесконечно, потому что ты интереснейший собеседник. Но ты знаешь, как мы ограничены во времени, поэтому даже просить тебя читать что-то не буду, потому что на одном стихотворении ты не остановишься. И так как ты декларируешь свои стихи, мало кто это делает. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня пришла к нам в гости. И, естественно, я желаю тебе еще много юбилеев. Я желаю тебе прежде всего здоровья и, конечно, творческого вдохновения. Береги себя. Спасибо тебе. Спасибо. Я тоже хочу сказать, береги себя. Пусть все наши зрители берегут себя, берегут свою семью, друг друга. Берегут этот мир хрупкий, потому что кроме нас его некому беречь. Спасибо тебе. Сегодня Международный день чая. Утром я предпочитаю кофе, но сегодня чай. Только чай. Человечество наслаждается этим напитком уже много веков. Дата праздника приурочена к годовщине так называемого бостонского чаепития. Тогда, 16 декабря 1773 года, состоялась знаменитая акция протеста, вызванная принятием чайного закона. Закон был принят английским парламентом. Он дал право облагать американцев налогами на торговлю чаем. Этим законом Великобритания подчеркнула свое превосходство, укрепила свое влияние на колониальные власти. Цель дня чая – популяризация напитка. Но это не все. Создатели праздника хотели показать людям, чтобы они не забывали о том, что вокруг каждой чашки с горячим ароматным напитком выстроена целая чайная индустрия. И задача – привлечь внимание к тем людям, которые ежедневно трудятся на чайных плантациях. Само понятие «чай» имеет сейчас более широкое значение. Это может быть напиток, заваренный из листьев чайного дерева, с добавлением различных трав, пряностей и фруктов. Также есть мятный, липовый чай, черный, зеленый. У нас на Кавказе пользуется популярностью горный чай из разнотравия. Очень ароматный и полезный. Пусть и ваше утро начнется сегодня с чаепития. Приятного всем аппетита! Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Крачаева Черкесия. Хорошего вам дня и встретимся завтра. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok